привет youtube привет подписчики в общем сегодня не делают больно больно делает мне мой друг андрей и патрик очень классный татуировщик он длительное время жил на бали там и колон примерно полтора года наверное мы все его ждали и наконец-то он проездом оказался в уфе и непосредственно я решил сделать у него татуировку пока он здесь потому что он потом уезжает в санкт-петербург и уже вряд ли будет так часто приезжать и гостить в нашей белокаменной вот поэтому я решил сделать у него татуировку сразу говорю я делаю татуировку с обезболивающим я боль вообще терпеть не могу хотя там на видео всегда выпендриваю для вас наколки там да это то да это все на самом деле я вообще очень такой цикун да ну просто об этом никто не знает но я решил признаться ютубу человек но циклом делает то что делает циклом вот в общем обезболили мне ляжку делаем сейчас индивидуальный дизайн андрея вот это чисто у теста его проект то есть никаких как вы любите вот этих картинок из интернета там медведи волки надписи my life my роли нет это дерьмо не для нас мы делаем только единый единичный экземпляр уверяю вас то что делает со мне андрюха вы больше нигде не ни на ком не увидите но в общем в целом я конечно приверженец того чтобы татуировка была особенной не похожа ни на что и все-таки это такое дело татуировка вообще выделяет тебя не только из толпы но и среди например других татуированных людей по татуировке можно сказать ты например ценерский или ценишь как бы просто знаешь общественное мнение очень много людей которые забиты полностью например могут быть но забиты разные ерундой которую ты можешь увидеть в интернете на других людях и так далее а есть например встречаются такие люди именно ценители индивидуального качества индивидуального подхода кожа это все-таки не бумага один раз делал носят долго я просто поплопаю это пока сам исцесс это пока ну что ребят у нас следующий этап закрасно теперь будем все красить контур уже сделали андрей все законтурил так что сейчас будет второй этап страданий я надеюсь я выдержу боль страшная вообще не очень плохо я терплю потому что мужик и вообще викин давно я мечтал о татуировке андреевской от андреевской руки наконец-то совершилось кстати хотел рассказать вам что андрей также является у финским татуировщиком бывшему финским татуировщиком длительное время он работал в уфе и на определенное время переезжал на бали работал он там сколько примерно полтора года два года до два года работала на бали и относительно недавно вот он приехал в уфу и все теперь он с нами но тоже вроде ненадолго потому что он переезжает у нас питер поэтому мне повезло я успеваю сделать у него татуировку андрюх расскажи вообще если это конечно особо мешать не будет как получилось что ты решил поменять локацию выйти из привычного ритма жизни и вот взять так и стартануть изначально я хотел подучить английский язык думал свежим на месяц три получу и вернам почему именно бали почему нельзя было выбрать что-то другое да слушай не знаю но наверное потому что мы ездили туда с девушкой отдохнуть климат все-таки дату ну да ты что там пляж серфинг солнце пляж бикини там сидела и плюс все поработать можно да как бы на тот момент мне казалось что это прям такое очень крутое место чтобы английский получить и вообще отдохнуть починить в итоге затянуло остался на два года познакомился с кучей ребят татуиров и не татуиров ну то есть прикольный опыт как опыт очень крутой ну конечно тем более за границей все-таки в плане языка да это круто вот мне интересно как было именно в первые дни вот когда вы только сошли с трапа самолета и все новая жизнь и все как бы пошло поехало расскажи как все это было вот именно первые первые часы проживания на другом континенте первые часы в первые часы у меня девушка потеряла паспорт загран паспорт и типа когда мы ехали на на такси до до нашего отеля у нее просто но перелет был длинный и за счет этого прям супер уставшие были и не смотрели там особо за вещами уже охота было быстрее добраться до дома и отдохнуть и в итоге вот так вот потерялся паспорт там возникли свои сложности с восстановлением паспорта и прочим было тяжело плюс первое время короче студии в которой работал там заказами тяжело было потому что тогда вулкан действовал и все туристы боялись видимо ехать . боли же это у нас островное государство и там вот бывали такие землетрясения всякая подобная штука да ну да в индонезии вообще как бы то что они еще что-то такое да потому что они находятся как-то огненное кольцо или что-то того в общем там огромное количество вулканов и то есть там катагризм ну да они самое конечно место такое для жизни а вот у них отношение к индивидуальному стилю все-таки выше нежели у нас потому что у нас как-то наверно сам знаешь тоже вот я вот увидел медведя в интернете не хочу вот медведя в интернете который вот я нашел картинку а там вот есть такое например приходит к тебе клиент и он хочет именно татуировку в твоем стиле твоих рук именно твоего проекта везде есть и такие и такие клиенты потому что там тоже часто приходили клиенты абсолютно пофигу что делать у кого делать это все зависит именно от самой личности но типа ребята которые идут за каким-то индивидуальным дизайном или или они хотят по точную непонятную а материться можно ну нежелательно нас все-таки смотрят школьники в основном и школьники их мамаши поэтому нежелательно конечно материться но я вот например слышал что в америке у них например другие какие-то понятия в отношении дружбы вот бывает же такое вот но я понял то же не разная культура разная национальность да на самом деле люди как люди как бы везде одинаковые везде есть и понятие что плохо что хорошо у всех целом одинаково да тоже как бы это все же видишь в действительности мне кажется зависит много от студии от людей кто там работает какой отмоскеров они создают да да потому что в россии есть студии в которые нам приходишь такая немножко атмосфера такая ну не не прям супер дружелюбная и есть студии в которые ты приходишь и чувствуешь себя как дома это пример как нашу студию да да когда же нас город уфа проспект октября 151 знаете куда приходить за крутой датуировкой продолжим маленькая реклама мне повезло со студией с ребятами с которыми работал прям коллектив был очень крутой по поводу вот индонезов могу выделить в общей своей массе они ленивые достаточно ну типа по жизни чилят короче бананы кокосы да у них дело наверно не в этом дело в том то что у них ценности другие то есть они не гоняются за бабками например да вот он например грубо говоря родился в простой хижине в простой семье рыбака и вот он продолжает например династию рыбаков и не хочет стать там офисным менеджером каким-нибудь купить там себе феррари и так далее да он так и будет рыбачить как и грубо говоря его там где да 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 все именно так и есть ну и естественно по поводу татуировки хотел бы тебя спросить вообще чем ты работаешь какие у тебя предпочтения в плане может быть ротор или индукция? слушай индукция только что попробовал твою. ну я понял, что она тебе не особо понравилась. да я давно не работал просто индукцией. ну начинал тоже с индукцией, да, в свое время? ну когда я начинал, тогда еще в роторе вообще не так популярны были. сколько уже, кстати, ты татуировка занимаешься? с 2009 года. с 2009 года это давно, короче. давней. а сейчас вот конкретно такие рабочие лошадки. это что у тебя? для контура, например. это я вот вижу данкубит. дима сейчас может снять. вон она зелененькая такая. синенькая. а, синенькая, да. это данкубит. это братья задальтоник. это основная тачка именно для контура или еще есть? еще есть, но сейчас идет пока дороги. да, ты Смагин уже заказал в Великат Лайне. да, да, да. а красишь ты инжектое, да? крашен инжектое и ну вот и гибридом Смагин. причем у тебя вот интересное отношение к инжекции. ты мне как-то говорил, что инжекто первой модели тебе больше нравится, чем, например, инжекто второй модели. она просто более жесткая. первая модель мне, как мне кажется, она более такая, типа, как сказать, трушная, что ли. они ее когда сделали, у них такого прям, наверное, опыта не было в строительстве подобных машин. и уже на основании первой машины, первой инжектое, они сделали потом уже такую более дружелюбную, скажем так, модель. Андрей, скажи, чтобы ты мог посоветовать начинающему татуировку, который вот хочет перелехать? вон там, штуковый. вещи? а из-за чего, из-за нас? нет, нет. наташа пиздец. если, например, начинающий мастер из россии, непосредственно из Уфы хочет переехать в другую страну поработать. что вообще ему делать? как быть? человеку нужно подготовиться заранее, в том плане, чтобы английский у него был, но это, как бы, такое самое базовое. вот, потому что ему придется общаться с клиентами и обсуждать эскиз и прочие моменты. вот. потом, предварительно, по-любому нужно будет списаться с какой-то студией, договориться о рабочем месте, о условиях. вот. и, в принципе, как бы, все. не ссасить, сделать. просто если слишком много думать, ну, конечно, никуда не уедешь. ну, ты как а с татуировкой. если слишком сильно заморачиваться, так ничего не набьешь. ну, да. а набьешь на груди my life, my rule. все правильно. ну что, ребят, я держусь из последних сил. пора заканчивать. работа практически закончена. поэтому встретимся в новых видео. подписывайтесь на наш канал. жмите колокольчик. будьте всегда в курсе. всем пока. подписывайтесь на мой инстаграм. следите за каналом Агляма. и... добра? бобра. всякая хуйня вырежется. мы вырежем свои уши. повесим их на шее.